Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука и тема диета огородника. Как я и обещала, с 1 ноября я начинаю снимать серию видеороликов на эту тему диета огородника. Зачем я это делаю? Все очень просто. Большинство огородников люди возрастные, а все мы знаем, что проблема лишнего веса волнует многих именно во второй половине жизни, когда накапливается масса хронических заболеваний и уже нет возможности активно заниматься физкультурой. Но эта тема также актуальна, конечно, и для молодых людей, особенно девушек. Все мы знаем, причин лишнего веса очень много. У одних это просто наследственная склонность к полноте, у других это заболевания, которые провоцируют ожирение, таких очень много. Ну и с возрастом очень часто, особенно у женщин, наблюдается просто повышение веса, все. А вот у меня, мне не повезло, у меня сложились все факторы. И генетическая предрасположенность к полноте. В родне никого не было худеньких, всех крепыши, все под 100 килограммов. И еще хронические заболевания добавились. Одно это заболевания эндокринной системы. Женщины, наверное, знают заболевания щитовидной железы. Железы, вот у меня гипотиреоз, при котором полностью нарушен обмен веществ, что неизбежно приводит к ожирению. Ожирение это сопутствующее этого заболевания. А второе, остеохондроз и другие заболевания позвоночника, которые провоцируют ожирение, ой, которые наоборот не провоцируют ожирение, а не позволяют сбрасывать вес с помощью активных вот таких занятий физкультуры. Тут сложилось все. Из-за гипотиреоза жирно оклеивается, а из-за заболеваний спины активно нельзя. Мне нельзя бегать, мне нельзя прыгать. Вот из-за протрузии, из-за стертых дисков, из-за смещения позвонков, там много чего, начнешь все перечислять, а жить не хочется. Но снижать вес все равно надо. Поэтому мне остается одно, бороться с лишним весом с помощью различных диет. Вот о чем я и буду вам рассказывать, потому что за свою долгую жизнь, это уже очень давно продолжается, я перепробовала множество диет, остановилась на одной, которую использую более 15 лет. Я сразу отбросила все монодиеты, потому что они все кратковременные, нельзя более трех дней употреблять один и тот же продукт, потому что организм не получает при этом другие полезные элементы питания, ну и плохо делается человеку. Также отбросила сразу все диеты, где нужно взвешивать, высчитывать калории. Вы знаете, что это хлопотно, долго, но это нереально. Пробовала голодание, но это тоже путь в никуда. Я вот еще 20 лет назад покупала книжечку, когда Малахова не знали, даже в телевизоре не видела, голодала по Малахову, снижается хорошо. Почему это путь в никуда? Организм во время голодания испытывает стресс. Ну как я думаю, что он думает, что началась война, голод, и разумно делает вывод, что нужно сделать запас на тот случай, если вдруг в последующем еще раз наступят черные дни. Поэтому после голодания все килограммы, как правило, возвращаются, возвращаются с приростом. Вот это путь в никуда. Будешь себя мучить, сначала будет много, потом будет мало, и так как гармошка туда-сюда. Полностью вегетарианская диета мне тоже не подошла. Без мяса и рыбы у человека, вот именно у меня, начинают портиться волосы, даже выпадают, ломаются ногти. И еще накатывается такая тоска. Ночью от желания съесть кусочек мяса хочется выйти на луну. Я не могу без мяса. И вот я остановилась на той диете, в которой есть и мясо, и рыба, но которая очень хорошо мне помогает. Я сразу скажу, что это не реклама чего-то. Я не использую никаких суперсредств для похудения, никаких слабительных чаев типа ласточки, никаких таблеток. Моя диета не какое-то открытие. Я пользуюсь простой лечебной бессолевой диетой, она так и называется, которую очень часто рекомендуют врачи больным с ожирением. Меню похоже по составу на японскую диету. Там тоже основной продукт рыба. И тем, кого эта тема интересует, я очень долго и подробно сейчас буду все объяснять, потому что диета – это вторжение в наш организм. Действовать здесь нужно очень осторожно и обдуманно. Главный принцип – не навредить. Это не выйти в помидорку, отрезать что-то, пропосынковать. Это тут надо сто раз обдумать. А так как я на эту тему, на тему диет знаю все, я всю жизнь в состоянии диет, я буду рассказывать вам все мелочи и противопоказания. У кого нет времени, они могут просто включить это видео в конце, остановить видео, просто переписать себе список и не смотреть весь ролик. Ну, конечно, лучше всего, если вы первый раз, или если вы хотите стабильно начать вот этот весь процесс длительный, конечно, нужно следить за всеми роликами. Вот по порядку я буду один за другим выкладывать. Лучше подписаться, потому что смотреть нужно именно вот последовательно, иначе нить повествования, она порвется. Следующее видео, где я буду показывать, как я готовлю себе блюда на каждый день, что можно добавлять в меню, они будут очень коротенькими. Просто вот сегодняшняя, вот эта теоретическая, она будет вот досконально длинным, потому что это нужно посмотреть, если вы хотите сесть на диету, это нужно знать. К сожалению, у меня нет напечатанного в меню, мне не было надобности, потому что листок с расписанием у меня много лет уже висит над столом, приклеен к стенке шкафа, вот здесь вот он. Я его в конце вот отсоединю камеру от штатива, я подниму ее, открою шкаф, и мы посмотрим все список, увидим. Я сразу извиняюсь за несвежий вид, за эти годы этот список пережил два кухонных гарнитура, он у меня скотчем заклеен, поэтому мне неохота было переписывать, я просто сняла его со старого и приклеила к новому. Он уже пожелтел от времени, но я им пользуюсь всегда, это очень удобно. Подходишь, открываешь шкаф, и видишь, что я сегодня буду есть. Вы увидите, что ничего особенного в меню на неделю нет. Четыре раза в неделю рыба, два раза в неделю говядина, один раз курица, один раз сыр, и каждый день капуста, 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 ведь капуста это основной продукт для снижения веса. Конечно, там присутствуют и морковь, и яблоки. У меня там первый день понедельник, но я сразу скажу, что можно начинать с любого дня, со среды, как сегодня, или с пятницы. Вот капустка наша, она будет, это основа меню. У меня вот такая книжка, овощная кулинария, очень хорошая, очень такая, как нужная нам. Ну вот, есть в этой диете строгие ограничения, и это самое главное, именно из-за этих ограничений эта диета эффективна, то есть, нельзя алкоголь, нельзя сахар и муку, как обычно, как во всех диетах говорят, что исключить сладкое, исключить мучное, любой врач вам это скажет, если вы придете в больницу, например, с какими-то проблемами. Но самое главное, здесь нельзя есть соли, это сложно, но это все, можно это сделать. Если захочется есть, можно выпить стакан воды, воды можно пить много, так как в течение дня вам будет, постоянно вас будет кучить жажда, и можно пить чай без ограничения, можно пить воду. Чем мне нравится эта диета? Тем, что не нужно придумывать себе меню на каждый день, это уже все придумано людьми с медицинским образованием, ассортимент продуктов, несмотря на свою простоту, дешевизну, он сбалансирован, в нем есть все необходимое для нашего организма, это белки, углеводы и витамины. Конечно, сложно с непривычки обходиться без соли, но это основное условие, которое нужно выполнить, ведь всем известно, что соль удерживает жидкость в нашем организме, является одной из причин наших отеков, и отеки ног, и утренние мешки под глазами, это все работает соль. Продукты купить советую вам сразу на неделю, чтобы у вас было все заготовлено, чтобы не было так, что проснулись в среда, а у вас нет кусочка сыра, значит нужно чем-то заменять, лучше не заменять. Конечно, огородникам, тем, у кого сейчас изобилие своей капусты, морковки, эта диета обойдется почти даром, поэтому я ее называю диетой огородника, она для нас очень выгодна, на неделю всего лишь нужно купить 4 рыбки ментая, например, одну половинку курицы, и по кусочку сыра и говядины. Согласитесь, что на целую неделю этот список продуктов, это совсем немного и недорого, все другие диеты обходятся намного дороже, я уже это знаю. Если вы выдержите 2 недели без солевой диеты, вы гарантированно снизите вес на 6 килограммов, это в случае, если ничего не менять и не добавлять, но даже если вы что-то поменяете, результат все равно будет. Если вы настроены серьезно, будет у нас 2 группы, кто настроен серьезно, и кто просто недельку-другую и соскочит, но если вы настроены серьезно, лучше всего завести тетрадку и раз в неделю записывать свой вес. Не взвешивайтесь каждый день, это уменьшит ваше удовольствие от похудения. Вот встав на весу через неделю, вы увидите большую разницу в весе, например, 3 или 4 килограмма. Вы испытаете такой восторг, это будет лучшим стимулом для продолжения. А если вставать ежедневно на весы и видеть минимальный сдвиг на 100, на 200 грамм, эффект смажется. Вот это наша психология, психология человека. Один и тот же результат мы воспринимаем по-разному. Это нужно учитывать. Вот для меня визуальное восприятие очень важно. Кто смотрит меня давно, они заметили, что я всегда составляю какие-то схемы посадок, планы, я все зарисовываю на бумаге. И поэтому даже вот садясь на диету, я рисую себе график снижения веса. Я сейчас покажу вам график снижения веса, и я наглядно вижу, что дела идут хорошо и что процесс налицо. Я же вот говорила, что я после своего дня рождения села на диету. Вот, это было... Так, так, так... А, да, у меня 29-го же было, я смотрю, что октябрь. Вот, с 1-го октября. И вот по этому графику, который плавно, но медленно, но верно снижается вниз, я уже вижу, что у меня дела идут хорошо. Но вот смотрите, особенно большой скачок вниз первую неделю. Тут вы не обольщаетесь, у вас будет первую неделю большой скачок, потому что соль перестанет поступать в организм, и организм резко смочуя всю эту жидкость, лишнюю, как, ну, спустит. И вот эти со 108 до 104, это у меня вот первый скачок, я его даже не считаю как за результат, потому что это вот жидкость. Если я сяду за общий стол, начну солисть, жидкость опять у меня задержится в организме, а мы будем радоваться вот этим маленьким результатом. 104,2, 103,2, когда килограмм, когда 500 грамм, когда всего 200 грамм, вот это у нас вода, а вот это тот самый жир, который медленно, но верно, медленно, медленно, но он уходит с нас. И он потом, когда вы сядете за общий стол, он уже так быстро не налепится снова. Сразу скажу по опыту, сложнее всего уходит старый застаревший жир, если вы в этом весе несколько лет или десятилетий, и очень быстро уходит жир молодой, который вы приобрели за последний год или два, например, в вашей жизни. Ну что-то поменялось у вас, вышли на пенсию, малоподвижный образ жизни, быстро раз, два, три килограмма набрали, они уйдут быстро вот в первое время. Дальше. Я уже говорила, что я прошла все этапы этого сложного пути снижения веса. Вот когда позволял возраст, у кого позволяет возраст и здоровье, я и голодала. У меня сейчас вот вам принесла, чтобы вы посмотрели, что я не голословна, что я всё это занимала. Занималась и фитнесом, вот перед видеомагнитофонами ещё раньше, и танцевала, потому что это тоже похудение, диета и танцы, диета и фитнес, вот, антицеллюлитные программы. Всё это я прошла. Сейчас уже возраст не позволяет такие танцы мне выделывать, как раньше. И поэтому я говорю вам не голословно, я всё это знаю. И я поняла, что самое лучшее вот сейчас для меня в моём возрасте, это сбалансированная, бессолевая лечебная диета. И хочу обратить ваше внимание, что это не просто диета для снижения веса, это диета лечебная для нашего оздоровления, для очищения организма от шлаков, накопленных за год или за десятилетия. Так как соль в организм у вас поступать не будет, а воды пить вы будете много, вы будете очень часто ходить в туалет, потому что она не задерживаться будет жидкость. И вот с этой мочой будет выходить всё ненужное. Вы сразу почувствуете разницу. Первую неделю с вас много жидкости выйдет. И если к этой диете добавить ещё лечебную гимнастику, про которую я буду рассказывать по пятницам, о чём я говорила, то к весне каждый из вас выйдет свой любимый огород по молодевшим, похудевшим и здоровым. Ну, насколько возможно, у каждого в его возрастной категории, с его здоровьем. Вот в следующих видеороликах я буду рассказывать, как готовить ежедневный рацион. Например, в понедельник, во вторник. Чем можно перекусывать, если вы не можете выдержать в точности это меню, потому что не всякий выдержит. Что можно добавлять без ущерба вот этого процесса похудания. И ещё много чего. У меня очень много вот всяких книг, журналов, я вот вам показывала, с рецептами. Я буду рассказывать, как я готовлю различные блюда. Именно салаты, блюда, все из овощей. В основном будет у нас овощная кулинария. Потом ещё будут различные вот очищающие, потому что можно тут... Ну, я вот сразу говорю, я добавляю по утрам ложку мёда, потому что именно важно не только похудеть, а именно оздоровиться. Различные будем заготовки овощные, буду рассказывать. Всё-всё-всё. И ещё природное. Все рецепты для оздоровления, это тоже войдёт. Потом рецепты всякие постные, которые нам пригодятся. Так, всё это именно из наших овощей, потому что я не раз говорила, мало вырастить богатый урожай. Главное, сохранить его, правильно, вкусно приготовить, чтобы он принёс нам максимальную пользу. Мы же не зря полгода в огороде, там, как рабы пашем, мы должны из этого извлекать пользу. И вы должны знать, что овощи, выращенные своими руками, это действительно еда, которая нас лечит. И если мы правильно будем их употреблять, мы будем долго, здоровыми, красивыми. Но в одном ролике всего не расскажешь. Может быть, я что-то пропустила. Может быть, вы что-то не поняли. Задавайте вопросы в следующем ролике на эту тему. Я на них отвечу. А сейчас мы попробуем проползти к списку. Сейчас я отсоединю. Если камера сейчас отключится, значит, у меня не получилось. Так, осторожненько, поехали. Вот список, кому нужно, остановите камеру, перепишите. Вот первые три дня. Тут ничего сложного. В основном, я говорю, как японская диета. Рыба, салат. Первые три дня, потом. Раз, два, три. И вот окончание. Сразу говорю, у меня написано, где кофе. Кто кофе не пьет, заменяйте чаем. И тут написано с понедельника повторить. Сначала очень важно, чтобы первые две недели, желательно хотя бы две, вы выдержали вот этот вот рацион, который даст толчок вашему организму. Потом уже можно будет добавлять. Я сейчас вот вам прочитаю выражение. Я сама так сказать не могу. Вот из Малахова же. Просто. Вот смотрите. А, вот. Видите, написано. Оборвать пищевую связь. Вот тут у него это к голоданию написано, что вот решил поголодать. Задача номер один. Оборвать пищевую связь. Вот у нас тоже. Задача номер один. Это оборвать пищевую связь. То есть организм перестроить вот с соленого, копченого, с мучного, со всего. Именно вот на такие, на рецепты овощные, бессолевые, только чтобы было овощи, рыба и мясо. Все. Вот за эти две недели, если вы оборвете вот эту пищевую связь, пищевую цепочку, вы потом, вам уже будет легче, вы уже потом сможете добавлять для разнообразия. Я расскажу вам другие блюда. И потом можете уже какие-то немного подсаливать. Ну вообще, если вы, ну как, не любите очень соленое. Я вот, например, не люблю очень соленое. Для меня достаточно соли, которая поступает. Там же в сыре будет соль, в морской рыбе соль. Да и овощи и фрукты, они у нас, некоторые кушать можно не соленые, они очень вкусные. Но вот за две недели нам нужно оборвать вот эту пищевую связь, а потом уже там будет более лайтовый вариант. Там можно одно-другое добавить. Ну все. До свидания. Сегодня же я выложу второй ролик, то есть как приготовление блюда на один день, там на какой, первый или... Вот у меня сегодня третий день среда. А у вас-то, не знаю, начну может с первого, а может сегодня покажу, как я готовлю. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok